Французы выходят на газон центрального, немного утеплившись. Кажется, такая погода для них вполне привычна и не доставляет особого дискомфорта. Нам говорили, что здесь бывает холодно, но это ничего не меняет. Будем играть, готовиться. Погода не главное. Единственное преимущество у соперника – то, что Рубин играет дома. Но мы все профессионалы и играем в любую погоду. Главный тренер французского коллектива Вилли Саньоль привез в Казань 20 футболистов, включая голкипера Карасо, полузащитника Плашила и лучшего нападающего команды Хазри, на счету которого в этом сезоне 5 мячей. Рубин – классная команда, которая имеет хороший еврокубковый опыт, в том числе и в Лиге чемпионов. В команде много мастеровитых игроков, например, Карлос Эдуардо, которого я прекрасно знаю по его выступлениям в Германии. В нашей команде собраны также хорошие исполнители, поэтому завтра я жду матча двух команд европейского уровня. Бардо занимает в чемпионате Франции, так же, как и Рубин, в чемпионате России 12 место. В активе гостей 10 очков. В первом туре группового этапа жерандинцы сыграли в ничью с Ливерпулем, отыгравшись в концовке встречи. Гол на свой счет записал бразилец Жусие. В Бардо много игроков высокого уровня, которые способны принести пользу команде, поэтому мы имеем возможность ротировать состав. Мы думаем о свежести состава в каждом матче. Гости, несмотря на большое расстояние между Бардо и Казанью, не останутся завтра без поддержки. Столицу Татарстана пожаловали 40 болельщиков. Некоторые из них пришли и на предыгровую тренировку. Мы пришли на тренировку для того, чтобы игроки поняли, насколько для нас важна победа в следующем матче. Мы хотим победить и позже повторить этот результат и в Бардо. И когда мы вернемся к Бардо.